МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. То воду отключат, то цены на тарифы поднимут на 100%. Жители Олимпийского городка возмущены поведением управляющей компании. Кинотеатр Москва, Дом книги, училище связи и торговые ряды резанцы недоумевают, когда же эти здания приведут в порядок. 5 тысяч километров добра фрилансер из северной столицы собирает деньги для детей с детским церебральным параличом. Десятки тысяч просмотров набрала новость о состоянии бывшего кинотеатра Москва. Не меньший резонанс вызвала новость о строительстве в здании Дома книги сетевого магазина. Последняя информация дошла и до федерального центра. Мы решили посмотреть, так ли плачевно обстоят дела на самом деле. У нас есть уникальная возможность посмотреть, что же на самом деле происходит в здании бывшего кинотеатра Москва, больше известного как Планетарий. Пока то, что я вижу с порога горы мусора, который валяется здесь везде. Самое ужасное, что такая уникальная возможность есть у каждого жителя города. Двери открыты на распашку и со всех сторон. Внутри километры киноленты, битое стекло, дыры на потолке и много чего другого. Очевидцы уверяют, по вечерам в бывшем арт-клубе Планетарий и кинотеатре Москва бывает жарко. Лица с девиантным поведением тут частые гости. Об этом свидетельствуют разруха и не самые приятные запахи. При этом уже в начале года стало известно, что в этом здании планируют разместить ЗАГС. Вот что 9 февраля написали на сайте РЗН-Инфо. Цитата. Время идет, а здание только ветшает. Успеет ли к следующему лету преобразить его до неузнаваемости? Вопрос хоть и риторический, но уж больно актуальный. Вот и жители города озадачились этой темой. После того, как руководитель информационных проектов, журналист Антон Сумин выложил в соцсетях фотографии Планетария без прикрас, пост набрал десятки тысяч просмотров и не меньше комментариев. Было очень много комментариев, было очень много писем, было очень много звонков, когда вот эта тема разлетелась. Разделилась четко на два поколения. Старшее поколение – это те, кто помнит, когда здесь был еще кинотеатр «Москва». Люди вспоминали, что здесь показывали фильм «Навигатор» советский, что ходили на премьеру. А другие вспоминали, что здесь были концерты с живой музыкой. То есть у людей остались какие-то воспоминания. Общественники не остались в стороне и решили взять этот вопрос под свой контроль. Такие вещи надо решать системно, надо решать с максимальным привлечением общественных сил, чтобы все было максимально прозрачно и понятно людям, горожанам. А пока вроде как сказали, что будет ЗАГС, вроде будут выделены деньги на благоустройство. Но как это будет выглядеть, во что это выльется в конечном счете, никто вообще не знает. Завис и молчание. Еще одно здание, которое ни один год не дает покоя рязанцам – это торговые ряды. Обещание привести его в порядок так и повисло в воздухе. К сожалению, это тоже не единственное место, ставшее свидетелем бывшего великолепия и пережившее этап полнейшего запустения. Через дорогу от нас находится бывшее училище связи. Это целый комплекс зданий. По сути сейчас используется только одно. Там находится многофункциональный центр. В остальных планировалось разместить инновационный центр, но пока работы не видно. Между тем, новость о том, что будет с инфраструктурой училища, также была обнародована 9 февраля. Вот что написал портал «Медиа Рязань». Цитата. Губернатор Рязанской области Николай Любимов 9 февраля в рамках посланий жителям заявил, что правительство региона приступает к созданию на базе бывшего училища связи инновационного научно-технического центра, где будет создана инфраструктура для развития IT-технологий. Пока понятно только одно, что и в какие сроки успеют сделать, покажет только время. Все эти строения объединяет то, что они находятся в региональном ведомстве. А вот здание бывшего дома книги хоть и является уникальным памятником советской архитектуры, все же стоит особняком. Оно пустовало не один год и теперь единственное, для чего ему нашли применение – очередной сетевой магазин. Эта новость вызвала резонанс в интернете. Да такой, что московский блогер Илья Варламов не смог не откликнуться. В частности, он написал, цитата, «Успели уничтожить панорамные витрины и сделать вместо них примитивную прямую». Конец цитаты. Вот так мы умеем беречь наследие предков. В свою очередь, наша телекомпания отправит официальный запрос в региональное правительство с просьбой разъяснить ситуацию, связанную с разрушением кинотеатра «Москва», торговыми рядами и инновационным центром. И просьбой обозначить сроки проведения реставрационных работ. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сложно поверить, что новый дом станет настоящей проблемой для жителей. Нет воды, нет дверей, да и лампочки в подъезде горят через дно. С такими проблемами столкнулись жильцы дома номер один по улице «Олимпийский городок». В мае наша съемочная группа убедилась в масштабах бедствия. Сейчас жители печально известного дома снова обратились в нашу редакцию. По их словам, управляющая компания подняла цены на услуги ЖКХ вдвое. В ситуации разбирался Валерий Седов. В микрорайоне Дашково-Песочня возвышается настоящий исполин. 25-этажное здание, которое является одним из самых высоких строений в Рязани. Вот только у большого здания большие проблемы, а точнее у его жильцов. Сюда люди стали заселяться в прошлом году. Основная причина – реклама в буклетах. Обещали низкие тарифы ЖКХ и уборку территорий. В общем, не жизнь, а сказка. Вот только, по словам местных жителей, в дни заселения работали только две секции из трех. То есть две котельные давали тепло на три подъезда. Тарифы у жильцов были довольно высокие, но управляющая компания попросила немного подождать. Спустя непродолжительный период времени все три секции заработали. И тарифы стали в два раза меньше городских. Жители Олимпийского городка платили 90 рублей за кубометр. Правда, так продолжалось всего год. Все изменилось с июля, в тот месяц, когда тарифы за ЖКХ увеличились на 4% во всей стране. Со слов главного бухгалтера, она в переписке сообщила о том, что были излишние траты на производство горячей воды. И со следующего месяца мы будем платить по городскому тарифу до тепла, пока компания не закроет долг. Откуда появился такой долг, непонятно. Однако теперь у всех в квитанции за ЖКХ красуется цифра 160 вместо 90 рублей. По словам местных жителей, главный бухгалтер, управляющий компанией, никаких сроков по уменьшению тарифа не дает. Неопределенной ситуацией ее только усугубляет. Это не первая проблема дома в Олимпийском городке. Активные жильцы уже собрали свою инициативную группу. Вот только неофициальную. Потому что официальная группа уже существует. Когда подписывали документы, тоже был своего рода обман. Предложили, вот вы подпишитесь за этих людей, они будут тут голоса собирать. Оказалось, что это мы выбрали таким образом инициативную группу. Все же подписались, что вы с нами сделаете? Вот все готово. Подписали, ладно. На такой большой дом, такая группа, пускай будет сначала. Тут же эта группа уже устанавливает тарифы, решает решение, принимает. Переизбрать несуществующую, по словам местных жителей, инициативную группу стало настоящим испытанием. Для этого нужны подписи минимум половины всех жителей, которых зачастую нет на местах. А проблем в доме не убавляется. Каждый подъезд здания сквозной. Если с одной стороны это красивая и крепкая дверь с домофоном, то с другой просто сломанная. Активисты написали заявление в управляющую компанию. И несколько месяцев назад двери демонтировали. И обещали отремонтировать. Недавно их установили вновь. Вот таким вот образом закрывается дверь на лестничную площадку. И вот такая вот у нас дверь. Вот так она закрывается после ремонта, который нам управляющая компания провела. Двери не закрываются на всех подъездах. Стекла на них также нет. Однако со всеми дверьми, благоустройством площадок и другими невзгодами самой главной проблемой для местных жителей остаются тарифы ЖКХ. Юристы рассказали, как поступать в ситуации, когда сумму в квитанциях неправомерно завышают. Нужно обратиться, во-первых, в саму управляющую компанию, либо в ЖКХ, с заявлением о том, чтобы снизили. Также нужно обратиться в жилищную инспекцию с жалобой, с жалобой в прокуратуру, в администрацию, либо районную, либо городскую, в зависимости от местонахождения объекта и также в распотребнадзор. Срок рассмотрения жалобы у нас не более 30 дней. Если в это время ничего не происходит и требования жильцов не удовлетворены, то это повод обратиться в суд. Для обращения в суд нужно иметь договор с управляющей компанией и квитанцией об оплате, которые утверждают, что тарифы действительно завышены. Местные жители сейчас собирают все необходимые документы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 5000 километров добра. В Рязань приехал благомарафонец Евгений Кутузов, который пешком дошел из Питера до Эльбруса, чтобы собрать деньги на лечение детей с ДЦП. С ним встретилась Дина Исляева. Это сменные одежды, это пенка, это лекарства, мази, биодобавки, которые необходимы. У Евгения Кутузова с собой минимум вещей. Спальник, светоотражающий жилет, документы, икона. Пять лет назад он познакомился с литовским пожарником Айдосом, который совершил пробег вокруг Балтийского моря, чтобы собрать деньги для семей коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. У Евгения цель другая. Он решил пройти 5000 километров пешком, чтобы помочь стать на ноги детям с ДЦП. Настя ей 15 лет сейчас. Ей требуется серьезная реабилитация в Китае трехмесячная. Тимуру три года. Он уже сейчас проходит реабилитацию в городе Сочи. И Вадим ему 12 лет. И его ждет очень серьезная сначала операция в Германии, а потом уже реабилитация там же. И из-за этого у него стоимость гораздо выше. У него полтора миллиона рублей нужно собрать. В ближайшее время немецкая клиника выпишет нам чек, и будет уже точно известна сумма. Это его 98-й день в пути. Он жил на 500 рублей в день. Чтобы не тратить деньги, ему приходилось ночевать на улице и просить приюта у прихожан храмов и неравнодушных людей. Однажды его обокрали, вскрыли рюкзак, в котором находились 6000 рублей. По пути он подобрал кошку-мурлыку, которая теперь будет его домашним питомцем. Евгений прошел от Петербурга до Эльбруса пешком, поднялся на высоту 4800 метров. Впереди финишная прямая. 5 сентября – это день, Международный день благотворительности. И с 5 сентября по 21 сентября я буду бежать непосредственно. Завершающая финишная прямая пробег ежедневный, примерно по 40 километров в день буду пробегать. Для чего? Для того, чтобы окончательно попытаться привлечь внимание медиа и общественности к сбору средств. Пока Евгений Кутузов собрал миллион рублей, но детям на лечение нужно намного больше. Он надеется, что к концу марафона сможет собрать необходимую сумму. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Совсем немного времени осталось до главного праздника школьников. День знаний в этом году совпал с субботним днем. Сами виновники торжества, ученики готовятся к новым урокам и встречам с друзьями и наслаждаются последними днями лета. В этом году в Рязани 68 общеобразовательных учреждений откроют свои двери для школьников. Подробности далее в сюжете. 1 сентября совсем близко, а значит в школах проходит последнее приготовление к новому учебному году. Пока в этих коридорах непривычно тихо, но совсем скоро здесь вновь зазвучат детские голоса и веселый смех. Книжки, тетрадки, целый мир знаний откроют свои двери для школьников. По данным городской администрации, порядка 77 тысяч детей отправятся 1 сентября за новыми знаниями в школы и детские сады города. Нас заверили, школы готовы к встрече учеников. Ремонты проведены, новое оборудование закуплено, но основное внимание в этом году было уделено противопожарной безопасности и антитеррористическим мероприятиям. Тревожная кнопка в школах далеко не новшество, но на этот раз именно на ее работе было акцентировано внимание проверяющих, которые с 8 по 14 августа посетили все городские общеобразовательные учреждения. Во всех школах и во всех образовательных учреждениях города Рязани установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции. Кнопки тревожной сигнализации. По договору с отделом неведомственной охраны в течение 5-7 минут по нажатию кнопки прибывает охрана неведомственная и на объекте разбирается ситуация, которая произошла чрезвычайной ситуацией. Также в рамках антитеррористических мероприятий в некоторых школах сделали ремонт ограждений. Еще один вопрос, которому в этом году уделили пристальное внимание представители всех ведомств и организаций – противопожарная безопасность. Соответствующее оборудование в школах уже было установлено. Сейчас его наладили и проверили готовность к работе. На противопожарные мероприятия затрачиваются большие средства на то, чтобы системы технические, это автоматическая пожарная система, это речевое оповещение, управление эвакуацией, это прямая связь с подразделением пожарной охраны. На эти цели выделяются значительные средства. И для того, чтобы эти системы работали в полном объеме, вот такое особое внимание им уделяется работе этих систем. У нас во всех образовательных учреждениях эти системы установлены. Еще одно средство защиты детей – это камеры видеофиксации в коридорах и при входе и металлодетектором. Помимо всего прочего, в 10 школах были полностью заменены оконные блоки, отремонтировано 14 медицинских кабинетов, а в некоторых учреждениях проведен капитальный ремонт, деньги на которые были выделены в том числе из региональной казны. Помимо безопасности, родителей волнует вопрос организации учебного процесса питания в школах. По поводу последнего нас заверили. Работа по улучшению качества продолжается непрерывно. Поставлять завтраки и обеды по-прежнему будет муниципальное предприятие «Детское питание». При этом меню разрабатывается с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мы организуем общественный контроль, обязательно общественный контроль организуем во всех образовательных учреждениях. Мы приглашаем для этого родителей, выезжаем в школы неожиданно, проводим анкетирование в школах среди ребят, нравится ли им то или иное меню, что они больше всего любят, на что обратить внимание и так далее. И вот на этой основе уже сообща, мы решаем вопрос по формированию меню. Не менее важное физическое развитие детей. Здесь тоже постарались и за последние два года отремонтировали более 15 спортивных залов. И работа продолжается. Наметили планы и на организацию досуга для школьников в новом учебном году. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Подготовка к новому учебному году идет полным ходом и для самих учеников. Кто-то основательно подошел к делу и уже успел приобрести все необходимое. И сейчас только докупает отдельные предметы. Другие же только начали походы по магазинам. В Рязани много лет работает магазин, где можно купить к школе все и сразу. Подробности далее в сюжете. Книжный барс – это без преувеличения целый мир знаний. Чего здесь только нет. Мудрость веков собрана на этих полках. Но особое место занимают товары для школы. Мы предлагаем нашим покупателям огромный ассортимент канцелярских товаров, школьных принадлежностей, удобные финалы, различные виды красок, альбомов, предметные тетради, ручки, карандаши. Огромное разнообразие того, что очень любят школьники будущие и настоящие. И то, что приобретают всегда с большим удовольствием. Также здесь можно приобрести учебники и рабочие тетради. Важно, что во всех магазинах книжный барс продаются карандаши, пластилин, бумага и другие канцелярские товары отечественного производства. Они абсолютно безвредны для детей, так что родители могут быть спокойны. В книжном барсе представлен широчайший выбор рюкзаков отечественного производства. При этом задняя стенка полностью повторяет анатомическое строение детской спины, что позволяет ребенку не горбиться. Сбоку расположены светоотражающие элементы. Да значит, в темное время суток любой водитель заметит ребенка с таким рюкзаком. У стендов со школьными принадлежностями сейчас многолюдно. Оно и понятно, до первого сентября остались считанные дни. Маказин барс мне очень нравится. Тут можно выбрать большой ассортимент. На данный момент пришли сюда, потому что собираем дочку в первый класс. Можно заказать. Вот мы заказали того, что нет. Обещали позвонить. А что заказали? Тетради рабочих по истории. Ожидаю того, что будет сложно. Сейчас вводят новые экзамены. Ожидается то, что будет еще вводить обязательно английский. Думаю, будет сложнее, чем было в прошлых годах. Ну, надеюсь, что все пройдет гладко. Покупаем обычно здесь всегда. Нам очень нравится этот магазин. Все под рукой. Все можно приобрести. Ну, почти все товары, которые нужны для школы. И каждый раз постоянно, в принципе, мы приезжаем сюда. Каждый год приходим, закупаемся к школе. Просто книги дети любят читать. И мы тоже покупаем книги. Гарри Путера ребят очень любит. Рабочие тетради для школы. Ну и всю канцелярию в тетради. Те, кто уже подготовился к новому учебному году, могут в книжных барсах купить подарок на День знаний. Это могут быть книги, развивающие игры или что-то другое. Тем, кто сомневается в выборе подарков, мы предлагаем наши книжные сертификаты. Я думаю, что те, кто эти сертификаты получит, они уже сами распределятся по своему желанию. Приобретут то, что нужно необходимо школьнику. Приходят перед новым учебным годом в этот магазин не только школьники с родителями, но и учителя. Юрий Семенов с 1985 года работал в летном училище. После того, как пошел на пенсию, стал преподавать в Паярковской школе Михайловского района технологию, ОБЖ и географию. В книжном барсе он постоянный покупатель. Здесь большой выбор. Я заказал еще для кружковой работы «Основу православной религии» от ОПР и другие книги, которые необходимы. Здесь в барсе очень быстро и оперативно выполняют заказы, которые, допустим, на учебно-методическую литературу. В барсе огромный выбор. И также даже на уроке технологий для 4-5 классов я здесь приобретаю деревянные изделия, которые ребята потом делают. Кораблики, самолеты, автомобили. Им очень нравится. Магазины «Книжный барс» расположены в торговом центре «Барс» на Московском, в Барсе на Есенино, в торговых центрах Политаевский и Малина. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанская областная клиническая больница продолжает покорять новые вершины. В начале июля между ОКБ и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов был подписан договор о сотрудничестве. И вот сейчас прошла первая операция по трансплантации. Впервые специалисты ОКБ проводят операцию по трансплантации в этих стенах. Сейчас, прямо за моей спиной, самые ответственные моменты для врачей и для пациента. Это высокие технологии в действии. Бригада хирургов совсем недавно вернулась из Московского центра трансплантологии. Рязанские врачи прошли там обучение и получили соответствующие сертификаты. Сегодня операция – это аутотрансплантация почки. Она забирается у одного человека и ему же пересаживается уже в другое место. Там серьезные патологии мочевыводящих путей. И чтобы сохранить эту почку и не удалять ее, она будет пересажена в то место, куда обычно и пересаживается почка. То есть технически, по сути, никакой разницы нет. А вот эта трансплантация от одного человека к этому же человеку, либо уже от родственника к родственнику, либо уже от трупа к родственнику. Технически, хирургически – это абсолютно одинаковая операция. В оперблоке за жизнь и здоровье пациента борются хирург, уролог, трансплантолог, сосудистый хирург, анестезиолог, анестезистка и операционная сестра. Более шести часов на ногах. Все взгляды сейчас направлены на этих врачей. Они настоящие первопроходцы. Хотя справедливости ради стоит отметить, что подобная пересадка уже проходила в ОКБ. Была проведена только одна и приезжим специалистом, ведущим специалистом. Сейчас мы делаем сами, без привлечения посторонних специалистов. Операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии под пристальным вниманием врачей. Теперь с уверенностью, можно сказать, первый шаг в области трансплантологии в регионе сделан. По словам главного врача ОКБ Дмитрия Хубезова, к концу года планируется провести операцию по пересадке донорской почки. А потом займутся и трансплантацией печени. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани прошел чемпионат МВД России по автомобильному многоборью. В течение трех дней на базе автодрома ДОСАВ сотрудники органов внутренних дел демонстрировали свой уровень подготовки и профессионализма. Спортсмены показали свои навыки в беге с применением боевого табельного оружия и владение транспортным средством на сложной трассе. На автодроме только лучший из лучших. Каждый представитель команды прошел жесточайший отбор в своем регионе, чтобы теперь отстаивать честь родного города. На автодроме больше 200 человек. Это и представители команд, и судьи, и руководители. Всего в чемпионате России по полицейскому автомобильному многоборью участвует больше 70 команд. После официальной части все команды приступили к соревнованиям. Пройдут они в три этапа. Первый день – это экзамен на знание ПДД. Инспекторы сядут за компьютеры, на которых будет один билет на знание правил дорожного движения. Это ничем не отличается от обычного экзамена на водительские права. Правда, ответственность куда больше. 22 августа было посвящено именно теоретической части. Следующий день, 23 число, стал спортивным. Сотрудникам правоохранительных органов предстояло пробежать 400 метров. Промежуточная точка кросса – огневой рубеж. Первое направление. Второе направление. Цель здесь – с 25 метров поразить 10 мишеней стабильного оружия, а дышка только мешает стрельбе. Однако это напрямую связано с профессиональной деятельностью участников. После стрельбы – снова кросс. Все этапы повторяются трижды. Результат определялся по наибольшему количеству очков в командном зачете. 24 и 25 августа на базе автодрома ДСА в России сотрудникам полиции предстояло показать свои навыки и слаженную работу в команде в соревнованиях по профессиональному маневрированию на служебных автомобилях. Машины у всех одинаковые. Это «Лада Приора». Задача здесь – показать лучшее время и набрать как можно больше баллов за все элементы на автодроме. На тренировочном заезде Андрей справился на ура. 25 августа в день закрытия чемпионата МВД России по автомобильному многоборью на площади Ленина пройдет торжественная программа. В связи с этим все движение транспорта с 6 утра до 22.30 закроют на участке улицы Горького от пересечения с площадью Ленина. С 3 часов дня нельзя будет проехать по площади Ленина, улице Горького, от Праволыбецкой улицы до Соборной, улице Краснорядской, от улицы Горького до Маяковского, улице Кольцова и Соборной улицы. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Переломать ноги, переходя покосившийся от времени мост через Трубиш, не самая приятная перспектива, с которой столкнулись жители поселка Остров. Река Трубиш в этом году настолько обмелела, что прогулочные катера не могут даже подойти к пристани. Подробности далее в сюжете. Приглашаю вас совершить увлекательную экскурсию на прогулочном теплоходе по реке Океан. Микроавтобус увозит туристов, которые хотели бы прокатиться по Океан. Из-за обмеления реки пристань у Кремля фактически не работает. Здесь только продают билеты, а катера ждут отдыхающих в лесопарке. Река Трубиш в районе Кремля настолько обмелела, что катера не могут подойти к пристани, а утки переходят эту реку пешком. Трубиш начал мелеть, когда Рязанский район гидротехнических сооружений переехал вниз по течению. Раньше, по словам жителей, именно это предприятие следило за участком, если нужно углублялось дном Трубиша земснарядом. Теперь все зарастает. Надежда Волкова в Рязани живет уже 80 лет. Недавно дочь пригласила ее на экскурсию по Океан, и она не узнала родной город. В 87-89-88 год мы имели огороды на острове, напротив Кремля. И люди купались в Трубиши, это была чудесная вода, плавала рыба. Но после этого, что с ними произошло? Ясно, что стоки какие-то там химические или еще какие, рыба вся погибла. Но то, чтобы плавали отложения с населенных канав, такого еще не было. Местные жители начали называть поселок Остров островом невезения. Единственный мостик, ведущий от Кремля к домам, покосился. Доски на нем гниют, между металлическими частями огромные зазоры. Были случаи, когда здесь сломали ноги. Буквально прошлый год мужчина сломал, сидел на больничном полгода. И никто, никто на это внимание не обращает. Хотя тут вот уже все, можно сказать, находится в гнилом состоянии. Есть еще дорога, ведущая в поселок. Альтернатива для пешеходов, но тоже небезопасная. Тротуаров нет, из-за зарослей не увидишь выезжающие машины. Здесь некошенные, деревья падают. Движение сейчас стало большое, очень большое движение на остров, потому что некоторые залюпопытствуют. Много своих островских машин. На обочину не сойти она заросла. Деревья падают практически уже в сырую погоду, ложатся на крышу автомобилей. А народу очень много. Погулять-то по острову негде, поэтому асфальт только на новой дороге. По острову только в резиновых сапогах можно гулять. А здесь страшно, с одной стороны, выход-то какой-то. Виктор Лобанов и его соседи уже писали жалобы, куда только можно. В 90-е остров обещали даже расселить, но эта идея как-то забылась. Между тем, большинство жителей поселка – пенсионеры. Они не знают, как пережить очередную зиму. Ведь когда похолодает, единственная короткая дорога в центр города, идущая через мост покроется льдом, и ходить по ней станет невозможным. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте. город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. Пятнадцати минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok